Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хэван, я вас приветствую на канале Процветок. Ремонтантная малина стала действительно очень популярной в последние 15 лет. Характеризуется она тем, что не требует осенней вырезки отдельных побегов от плодоносивших и урезания однолетних побегов, которые у традиционной малины формируют основной урожай. Она скашивается полностью, поэтому очень легка в уходе. Правда, у нее есть один такой недостаток, ну или особенность, она плодоносит только в конце лета. При этом урожай у нее обильный и редко повреждается вредителями, хотя и случаи повреждения вредителями у нее бывают. Гораздо большая проблема у ремонтантной малины – это нехватка питания, поскольку в середине лета, ближе к концу лета, когда она зацветает и начинает формироваться на ней урожай, многие садоводы забывают о необходимости подкормки этой малины для обеспечения сильного, большого урожая. Кроме того, у малины, к сожалению, наблюдается значительное количество различных болезней. Не касаясь вирусных болезней, которым малина весьма и весьма чувствительна, поговорим о таких, которые вполне широко распространены и являются проблемой для многих садоводов. К таким болезням относится, например, пурпурная или пурпуровая пятнистость. Она поражает малину во всех зонах ее выращивания. Такая пятнистость, к сожалению, приводит к тому, что посадки малины сперва начинают плодоносить очень-очень плохо, а впоследствии полностью прекращают продуктивность. Побеги вырастают слепыми, листья обваливаются, высыхают, на стеблях наблюдаются пурпурные пятна. Это действительно бич малины в умеренной зоне, да и вообще во всех зонах выращивания. Для того, чтобы комплексно справиться со многими проблемами малины, получить хороший, богатый и здоровый урожай, я поделюсь с вами одним рецептом. Мы на канале Процветок стараемся давать вам уникальные рецепты различных смесей, которые позволят вам без применения средств тяжелой химии, с помощью минеральных веществ, которые одновременно являются и защитой, и подкормкой ваших растений, помочь растениям формировать богатый и здоровый урожай, без ущерба вашему здоровью и окружающей среде. К одному из таких рецептов относится зеленый раствор. Вот такой вот зеленый раствор. Мы не так давно говорили о красном растворе, который очень хорошо держит какомикоз, клястый распариоз, паршу на яблоне и многие другие болезни плодовых растений. Ну а для малины вот я предлагаю вам вот такой зеленый раствор. Чтобы приготовить этот зеленый раствор, вам понадобится на 12 литров воды, вам понадобится 50 грамм железного купороса. Необходимо растворить в воде. Возьмите горячую, буквально основательно теплую воду для того, чтобы купоросы как следует растворялись. Растворите сперва в небольшом объеме, ну 2,5 литра, например, так как делаю это я. Также вам понадобится 100 грамм медного купороса. Он-то как раз и растворяется только в теплой воде. Не используйте металлическую посуду для медсодержащих препаратов, иначе препарат может инактивироваться, а посуда ваша попросту испортится. Кроме того, вам понадобится 10 грамм лимонной кислоты, сухой лимонной кислоты, для того, чтобы перевести железо в хилатную форму. Ведь малина очень часто страдает от хлорозов. Желтые листья, желтые прожилки, а это очень частая причина недостаток железа в почве или плохое его усвоение. Железный купорос обладает как фунгицидным действием, то есть убивающим грибки, так и микроэлементной подкормкой. Точно так же малина нуждается и в меди, хотя медь нужна малине в гораздо меньших количествах, однако она страдает, если меди в почве не хватает. Но главная задача медного купороса здесь – это обеспечение фунгицидной активности. Кроме того, для того, чтобы простимулировать плодообразование у малины, продлить ее цветение, таким образом продлить плодоношение и увеличить количество плодов, я добавляю в этот раствор дрожжи. В данном случае я взял 100 грамм препарата Рост Момент, он представляет из себя сухие дрожжи обыкновенные. Вы можете взять сухие дрожжи 100 грамм или 150 грамм прессованных дрожжей и, пожалуйста, сделать такой раствор. Кроме того, для того, чтобы обеспечить подкормку малины уже в таком взрослом состоянии, в некорневую подкормку, я беру жидкое удобрение. Это может быть, ну, я беру или Белвита, например, у меня просто оно есть, или Фитактив, беру любой из линейки Фитактивов, и добавляю сюда, в этот раствор, в той концентрации, которая рекомендуется производителям. Хранить зеленый раствор можно в течение 5-7 дней, в прохладном месте, лучше темном, не на свету. Однако имейте в виду, что он постепенно дает осадок. Оседают частички дрожжей, клетки дрожжей, а также могут образовываться фосфаты. Фосфаты железа и меди, которые плохо растворимы. И хотя лимонная кислота в достаточной степени защищает от образования нерастворимых фосфатов, при хранении частички могут немного слепаться и оседать на дно. Поэтому перед следующим использованием лучше всего раствор взболтать как следует, а может быть даже и процедить через марлю или ткань, для того, чтобы избежать образования крупных комочков, которые забьют ваш опрыскиватель. Если вы сразу же готовите раствор и используете, то в этом случае такие риски уже не будут вам грозить. Опрыскиватель забиваться не будет. Таким образом, мы одновременно решаем этим раствором ряд задач. Это и профилактика хлороза у малины. Поскольку она находится в стадии активного роста, она может захлорозить из-за нехватки железа. И фунгицидная обработка против целого комплекса грибных заболеваний. И пурпуровая пятнистость в первую очередь. Это и некоторое инсектицидное действие этого раствора, в связи с тем, что вот сам по себе раствор, когда он находится на листьях, он обладает репеллентным действием. При этом он совершенно безопасен для пчел, шмелей и других опылителей малины. Он представляет опасность для всевозможных гусениц, личинок, листоедов, жуков и так далее, которые повреждают именно листья. Также добавление дрожжей является хорошей гормональной стимуляцией роста, цветения малины, правильного усвоения всех тех минеральных веществ, которые мы вносим вместе с жидким удобрением. Вместо жидкого удобрения вы можете взять и хорошо растворимое удобрение, типа кристаллона или еще что-то приготовить раствор, в рекомендуемой производителем этого удобрения конечной концентрации. Кроме того, добавление дрожжей создает на поверхности листьев конкурентную среду для размножения бактерий, бактерий, например, тоже сенной палочки или других конкурирующих микроорганизмов, что не позволит здесь развиться, например, впоследствии серые гнили. Серые гнили – это еще одно опасное заболевание малины, которое поражает уже созревающие ягоды, покрываются ягоды, как и ягоды земляники, серым налетом, усыхают, делаются абсолютно непригодными для потребления в пищу. А в связи с тем, что ремонтантная малина дает нам урожай уже в конце лета, в начале осени, сочетание дождей и холодной температуры может привести именно к развитию вот этих неприятных заболеваний. Таким образом, вот этот зеленый раствор, он такой комплексный, решает так много задач, что без него просто не обойтись. Обработайте, пожалуйста, малину во время цветения, начало плодоношения, обильно обработайте, и будьте уверены, что ваша малина не будет страдать ни от болезней, ни от вредителей, ни от недостатка элементов питания. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы. Всегда рады нашему общению. До новых встреч!